Утро от первого, мы на месте. Трена на заработал, включили рвету с колоколей. И запринято, уезжаем. Документы не было, чтобы панель не испортилась. Просто машина здесь стоит, третий день, вот знаки, все стоит, что-то, парковка здесь, все. Подъехали, ничего не справишься, документы, просто это и по беспределу пишут. Этот конфликт между полицейским и водителем произошел во время ночного рейда. На проспекте республики сотрудники дорожно-патрульной полиции на одной из стоянок обнаружили автомашину «Мерседес» с затонированными в нарушении закона стеклами. По искреннему убеждению водителя, штрафовать машину, находившуюся на стоянке, несмотря на то, что она полностью затонирована, полицейские не имели права. Для разрешения конфликта на место происшествия приехали сотрудники Абайского РУВД. Затонирование 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 Вот машина стоит, она не ехала, она здесь, она не стоит. Мерседес! Мерседес! Погода затонирование. Не остановили они нас, на стоянке. Да? Да. А закон же есть, как машина, все лобоны закрашены, она может стоять. Если я еду, они могут остановить, отштрафовать наш трасстоянок. А то, что машина, она стоит? Они отказывались? Понятые, позовите, никаких вопросов нет. Откроют? Камеру открут. Понятые. Понятые. Открутимся. 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 Посмотрим. На руки смотри, все, ничего страшного. Только шмот. Сотрудники полиции осмотрели автомашину, но ничего незаконного не нашли. Но все же заставили водителя снять тонировку. Обжигания из300 метров. Пудрррррррррррргрррррр Не согласен заводцом? Стос, не согласен Бухлев. Хозер remisbruррртррррррррррх , пишут. Хозер下來 Сотрудники Байдебекского УРВД задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в совершении хулиганства. В ночь с 31 на 1 число группа молодых людей и одноклассников 1994 года рождения сидели в ночном клубе «Шарк». В ходе совместного времяпрепровождения два одноклассника между собой поссорились, после чего ссора закончилась с дракой. В результате драки один из участников попал с травмами в больницу. 2 числа по этому факту было возбуждено уголовное дело по 155 статье Уголовного кодекса. Задержанный в совершении преступления, признался, сейчас ведется следствие. 13 апреля очередное возгорание зарегистрировали пожарные Шимкента. На улице Коксаев в 4 часа утра загорелся жилой дом. На место происшествия по тревоге выехали две спецмашины и 13 человек личного состава. Как выяснили по прибытию пожарной, во дворе дома загорелось 18 кубических метров древесины. Уже через 29 минут после прибытия борцы с огнем локализовали пламя. Еще через 25 минут его полностью погасили. В результате пожара в Жоге получила 74-летняя женщина, хозяйка дома. Ей первую помощь оказали пожарные. А позже вызвали врачей скорой помощи. Сейчас причины возгорания выясняют основатели управления ПЧС города Шимкента.